Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре такой интересный маленький DC-шный ножичек от фирмы Leatherman Вы знаете, Leatherman вообще они больше по мультитулам и по дизайну, конечно, угадывается серия Skeletool Вероятно, все-таки по просьбе своих пользователей Leatherman решили вот таким замечательным клинком все-таки сделать отдельный DC-шный ножичек вытащив его из мультитула Skeletool и сделали они эти ножи в двух вариантах первый вот такой с заточкой plane, это Skeletool KB, есть еще в трех цветах хромированный, зеленый и синий KBX разница у них в том, что здесь на KBX пол клинка серийторной заточки можете посмотреть в интернете вам будет интересно здесь все надписи в общем, такой интересный стилизированный под Skeletool ножичек вообще, в наших краях судя по скудости информации в сети нож оказался недооцененным во всяком случае перед тем, как его брать я так и не нашел более-менее какого-то такого вменяемого обзора на этот нож в основном все было западное по большей части американское то есть американцы очень любят этот нож и у них много обзоров на этот нож а у нас что-то очень-очень по минимуму в Америке этот нож стоит 25 долларов а к нам он приезжает уже на 10 долларов дороже давайте я вам расскажу по характеристикам и приступим непосредственно к обзору так ножичек у нас в длину в разложенном состоянии составляет 154 мм в сложенном состоянии 86 мм клинок у нас 66 мм режущая кромочка у нас порядка 60 мм дальше в обухе клинок у нас здесь 2,5 мм сталь на клинке 420 хайкарбон рукоять у нас стальная с покрытием из абразивного карбита вольфрама вот так вот круто здесь у нас алюминиевая такая вставочка хромированная клипса и вес ножа составляет у нас около 37 грамм давайте чтобы я не соврал так 37 и 7 десятых грамм оно почти 38 так смотрите какой интересный нож дизайнерский сделан видите сколько отверстий на клинке и все-таки клиночек видно что делали его не просто там рисовали а наверное все-таки с помощью компьютерной графики потому что вот такой даже вот вот этот угол наклона большого отверстия под палец наиск сделан это все-таки нужно было рассчитать ну я так думаю и наверное клиночки делаются с помощью станка ЧПУ ну просто так руками сделать наладить производство вручную таких клинков я думаю будет очень и очень проблематично вот такой короткий 60 миллиметровый в то же время довольно прочный клиночек потому что здесь у нас 2,5 миллиметра ширина клинка у нас 15-17 миллиметров фактически как у нормального овощного ножа отличная геометрия вогнутых спусков вогнутых спусков от 2,3 клинка и сведение у ножа у нас здесь получается 0,4 добавьте сюда 420 хай-карбон мартинсит нержавеющую высокоуглеродистую сталь и вы получите просто замечательный вот такой маленький резачок который справится ну я думаю со всеми утилитарными офисными во всяком случае инструментальными задачами от порезать стяжечку паракорд картон вскрыть коробочку я думаю еще и яблочко надрежет ну во всяком случае 60 миллиметров это довольно таки неплохой нож но давайте его с локсом сравню у локса такой клиночек попроще здесь у нас такой постильный клиночек так клинок у нас я говорил из 420 хай-карбон стали ну вы знаете все американские компании любят эту сталь вот бак сок все они делают ножи очень хорошие из этой стали кому очень интересно по стали погуглите в интернете вам будет интересно клиночек у нас крепится к рукояти большим таким осевым винтом с такой шляпкой причем эта шляпка является еще и предохранителем от соскакивания лайнер лока то есть лайнер лок не может соскочить он упирается вот здесь вот здесь вот этим углом вот в эту шляпку под шляпкой у нас здесь находится давайте я как-то ближе поднесу здесь у нас фторопластовая шайба а с этой стороны сейчас закроем клиночек так с этой стороны у нас шайба из цвет мета так поближе так чтобы поднести чтобы было видно ну вот видно на свет видно что там шайба из цвет мета все это очень замечательно разбирается вы видите клинок подогнан так замечательно что вот в этих трех точках вот здесь на лайнере на осевом клинке и вот здесь где упирается пяточка клинка вот клинок стоит вообще нигде никаких шатов ни вертикальных ни горизонтальных так лайнер и вот эта рукоять это у нас одно целое то есть вот эти торксы это не крепление лайнера к рукояти это вот эта целая часть крепится к вот этой алюминиевой части ну а клипса держится у нас видите на трех торксах длинная клипса такая нож вообще легкий 38 грамм как ручка можно в кармане носить так на лайнере у нас вот такой шарик или наплыв который закрывает через вот это отверстие закрывает клинок в закрытом положении вот видите шарик защелкнулся и для того чтобы открыть клиночек нужно нажать вот в руках пальцами в принципе чуть-чуть вниз и влево нож скажу вам так несмотря на то что вроде видите такой скелетизированный в руке лежит довольно ну неплохо клипса не мешает в принципе на 4 пальца клинок вот хорошо ложится и в принципе у меня маленькая рука но взять нож можно так говорю еще раз значит хромированная клипса ну и тут у нас инструмент для открывания бутылок то есть работает он вот таким вот образом вы зацепляете бутылочку пробочку раз и открываете так в общем что хочется сказать все вот это смотрится очень сильно и круто учитывая что производители я думаю конструированию качеству материалов точности подгонки деталей подошли продуманно и с большой ответственностью поэтому нож внешний как я его держу в руках получился весьма прочный удобный для ношения небольшим и легким ну и согласитесь все-таки красивым маленьким довольно аккуратным и я вам скажу таким необычным ножом в принципе за что я его и взял очень он как-то своеобразно я не люблю это слово харизматично но очень клево смотрится этот нож и я думаю что после того что я вам рассказал цена в 25 долларов не покажется вам столь не справедливой для такого малыша ну 25 лет гарантии плюс имя фирмы Лезерман все-таки привлекает ножеманов к приобретении такого ножа на этом я думаю обзор мой закончился впечатление о использовании этого ножа я расскажу в следующем виде следите за видео нажимайте на колокольчик у вас будет оповещение всем хорошего настроения до новых видео пока